В общем, у нас история такая, большие руки, надо проверить, чтобы вы сказали свое заключение по рукам. Вводились инъекции синтетических стероидов, анаболических, местные инъекции. Вот, собственно, нам нужно, и как бы еще такое вещество называется синтол. Синтические инъекции тестостерона, они постепенно там рассасываются, синтол считается, что не рассасывается в мышце. Вот, нужно как-то ваше заключение, там, не знаю, посмотреть, изучить и рассказать нам. Вот, соответственно, получается, в течение двух месяцев применялись стероиды, местные инъекции, вот, и потом не применялись они с 15-го года. Это гипертрофированные мышечные волокна, длинная головка бицепса, хаотично расположенные мышечные волокна с преобладанием, не по возрасту, до 27 лет, с тромальных элементов и фиброзной ткани. То, что у вас здесь говорят, что там внутри есть, это разросшаяся фиброзная ткань мышечного волокна. А если чуть-чуть, вот, для более обывателей? Для обывателей мышцы спортсмена, большая мышца, правильно. А мышцы спортсмена, что они, еще раз? Мышцы спортсмена, они отличаются от мышцы не тренированных людей. У вас мышцы утолщены, ход волокон изменен, и здесь нет, как бы, ну, тяжести вы таскали, потому что... Таскал, лет 10 уже. Сухожилия головки, что короткой, что длинной головки бицепса, с усиленным кровотоком. То есть вы перенапрягаете свою руку, но надрывов видимых и разрывов нет. Понятно? Нарушения структуры грубой нет. Есть просто характерные изменения для перенапряженной мышцы. Спортивных тренировок, понятно? Понятно. Для вашего состояния мышца здоровая, понятно? Ну, для обычного человека мышца, естественно, измененная. Резко вдвое-втрое утолщенный волокон. Из-за того, что гипертрофия мышечного волокна произошла, у вас калиризация резко усилена, и у вас волокна этой мышечной ткани хаотично расположены. Сюда вам тоже кололи. Да-да-да. Инъекции делались симметрично. Еще раз говорю, в мышце, особенно длинную головку полюбили. Кое-что рассосалось, есть, а кое-что осталось. Это будет, что они в самую скоростью рассасываются? Скорость рассасывания. Это от вас не зависит. Вы не можете контролировать. То есть даже обычный масляный раствор стероиды, одинаковый, может в разных местах по разному рассасываться? И у вас, смотрите, вот эта рука такая же, ничего у вас там легомое, дополнительного образования, ничего нет. У вас здесь вот то, что выпирает. Это разросшийся фиброзный элемент мышцы самого, понятно? Здесь у вас хоть и меньше инъекций. Вот здесь вот кому-то... Одинаково вообще, один в один по... Точно? Да, одинаково точно. Поднимайте верх. Все делается симметрично. Но я верю вам. То есть, как бы, не, я тоже знаю, я тоже говорю, как есть, что бы мне же интересно самому. Мы же не просто так пришли. Если уж делать, то делать нормально. Мышца вот там, где у вас были инъекции, имеет зоны понижения эхогенности, да? Я не могу сказать давность, но по себе, по картине, вот как бы вы ни говорили, все равно разной степени. Разной степени. Но это, видимо, так скоро рассасывание, потому что я как будто... Ну, давайте месяца через два глядем, живо-здорово будем. За счет чего гипертрофия мышечного волокна произошла? Не только же мышца, а за счет того, что стермальный элемент разросся. Иначе у вас не было бы такой большой мышцы. Здесь у вас ахромиальная ключичная сочинение немножко страдает, поэтому будет возможность, посмотрим плечевые суставы, ладно? Хорошо, потрогали? Мышцы здесь у вас нормальной структуры, без пальпируемых очаговых образований, просто резко гипертрофированная. И, кстати, правая рука больше натружена. Почему я говорю, обратите внимание на силовые нагружки. Ваша правая рука, если прям то, что вы левша, натружена больше. И у вас, как у любых бодибилдеров, расширенная подкожная варикозная сеть, да? Это плохо, хорошо? Это неплохо, это проявление вашего спорта. Ну, нагрузки, понятно, да. Ну, на пальпацию у вас внутренних плохих образований никаких нет, понятно? Напоследок, что людям скажешь? Напоследок, да? Ну, резюмируем как. Врач осмотрел, врач, на самом деле, бывший спортивный хирург, как оказалось, женщина, которая сейчас является врачом общей практики и проводит УЗИ-исследования. Ну, что, ребята, если делаете инъекции, либо делаете их сами очень хорошо, качественно и аккуратно, да? Вот мне помогал человек, который считается специалистом, то и оказалось, что делал их не очень качественно, да? Часть инъекций вот масляных стероидов попала не в мышцу, а в верхние слои, то есть к фасции, поэтому не все рассосалось, вот как мы посмотрели по УЗИ. Причем в левой руке полностью все рассосалось, а в правой нет. То есть в левой даже было более удачно все сделано. Как видите, мы все знаем, что синтол рассасывается там, ну, есть информация до 7 лет, ну, пусть даже там, даже по 3 года, в 2 раза мы поделим. Ну, ничего в левой руке практически не осталось, на пульпацию все хорошо. Получили полезную информацию, кстати, на то, что у меня дегеративные изменения в сухожилиях от тяжелых физических нагрузок. Вот, опять же, частично возможно, частично возможно моя ошибка, то, что начал я бицепс тренировать в последнее время в очень силовой манере, чтобы он просто стал сильнее, а особо еще не увеличился в объемах. Поэтому будьте аккуратны. Ну, вот, по результатам, сами врача слышали, как я говорил, инъекции масляные делались, инъекции частично рассосались, частично не осталось, изменений в структуре мышечных волокон нету. Поэтому всего лишь вот физические упражнения могут позволить развить генетически одаренные группы мышц до таких размеров. Я думаю, на самом деле, самое смешное, что это практически не изменит наш информационного поля. Тот, кто и так все относительно хорошо понимает, я думаю, им это и не нужно было, а тем, кто верит в свою информацию, им это ничего не докажет.